Всем здравствуйте! Это канал Математика с Ангелиной. Мы продолжаем решать игры-профиль. Сегодня посмотрим третье задание. Это задание на планиметрию, то есть геометрическая задача на плоскости. Прочитаем сначала текст. Точка пересечения бисектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5, найдите его большую сторону. Посмотрим. У нас бисектрисы изображены, то есть они выходят из соседних углов параллелограмма. Обозначим, что здесь получились равные углы. Бисектрисы делят угол пополам. Нам сказано, что точка пересечения бисектрис принадлежит противоположной стороне параллелограмма. И меньшая сторона равна 5. Обозначим АВ равной 5. Нужно найти большую сторону, например, сторону АД или ВС. Все равно. Мы для удобства будем искать нижнюю сторону, потому что именно ей принадлежит точка Е. Теперь давайте посмотрим, что нам дает то, что проведены бисектрисы. Мы помним, что параллелограмм – это четырехугольник, у которого противоположные стороны параллельны. То есть здесь идут параллельные прямые и секущая ВЕ. Поэтому у нас есть накрест лежащие углы. Вот они. Это угол ЕВС и ВЕА. Накрест лежащие углы равны, мы их обозначаем одной другой. И мы видим, что здесь в треугольнике АВЕ получились два одинаковых угла – ВЕ при основании. То есть этот треугольник будет равнобедренным. И равные стороны – это АВ и АЕ. Значит, АЕ тоже равно 5. Теперь посмотрим на второй треугольник – это ЕЦД. Здесь тоже есть накрест лежащие углы. Это угол ВЦЕ и угол СЕД. Они тоже равны. Тоже получилось два одинаковых угла. Значит, вот эти стороны между собой равны – ЕД и СД. Так как АВ у нас 5, то противоположная сторона параллелограмма СД тоже 5. Значит, ЕД равна 5. И находим сторону АД. 5 плюс 5 – получили 10. Вот и ответ. Мы нашли большую сторону параллелограммы. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите следующие видео.